В Международный день птиц Тверской вагоностроительный завод и региональное отделение Союза машиностроителей России провели праздничное мероприятие «Иволгопоёт». Ему предшествовали два конкурса. Первый – фотоконкурс «Крылья», а второй – конкурс «Кормушек» – депо для пернатых. О том, как прошел праздник, расскажет наш корреспондент. На фотоконкурс «Крылья» поступило 43 работы от вагоностроителей и их детей. Победителем среди взрослых стал Сергей Богданов. Он запечатлел на своих фото цаплю, лебедя-шипуна и орлана-белохвоста. Все снимки были сделаны в Астраханском биосферном заповеднике. Птицы фотографируются – это просто мое хобби. Ты становишься причастным к этому всему. То есть через объектив наблюдаешь дикую природу. Это очень интересно. Тематика конкурса выбрана не случайно. Ведь, как известно, некоторые пассажирские поезда и электрички принято называть птичьими именами. За их скорость, стремительность и аэродинамические характеристики. У нас сейчас строится электропоезд нового поколения, который называется Иволга. И мы решили в преддверии этого праздника провести два конкурса, чтобы вовлечь в эти конкурсы наших вагоностроителей и их детей. Второй конкурс – депо для пернатых. И здесь участники также проявили свой творческий подход. Каждая кормушка стала неповторимым произведением искусства. И, что особенно важно, вполне функциональны для различных видов птиц. Некоторые кормушки связаны с железнодорожной тематикой. Как, например, двухэтажный вагон-ресторан или станция «Тверь». Здесь покормятся синички, здесь покормятся воробушки, щеглы, зеленушки. Вот все то разнообразие разноцветное, которое радует нас на кормушках не только летом, сколько зимой, осенью и ранней весной. Победителями и призерами конкурса кормушек стали все участники в своих номинациях. Денис и Анна Коротковы награждены дипломом первой степени за кормушку, которая органично вписывается в естественную среду обитания птиц. Впереди облебили пластилином, а потом спереди кожурки от фисташек. Нарвали еловых веточек с такими огромными шишками и начали их приклеивать по слоям, а дальше обвязали веревочкой. В завершении праздничного мероприятия «Иволга поет» Восемь уникальных кормушек разместили на деревьях сквера вагоностроителей. Теперь у птиц появилась дополнительная возможность получать необходимый корм, а у посетителей сквера позаботятся о братьях своих меньших.